Как использовать спятой чай в косметологии и медицине? Спятой чай благоприятно влияет на кожу лица за счет высокого содержания дубильных веществ и антиоксидантов. Может служить защитой от уэф-лучей, имеет противовоспалительный эффект, тонизирует, разглаживает и выравнивает тон лица. Как осветлить веснушки спятым чаем? Достаточно смешать заварку зеленого чая с соком лимона и медом. Полученную консистенцию наносим на кожу лица, можно шею и зону декольте на 10 минут. После смываем водой комфортной температуры. Если использовать заварку черного чая можно добиться обратного эффекта загара, протирая лицо ежедневно по утрам. При всем этом вы насытите кожу необходимыми витаминами. Убираем отеки под глазами спятым чаем. Спитый чай используется и для глаз. Оставшуюся после чайпития заварку кладем в холодильник до полного охлаждения. После выкладывает на глаза, ложимся на диван и выдерживаем до 10 минут. Это бюджетный вариант патчи, не менее эффективный от расширенных пор и черных точек, поможет спитой чай. Зеленый чай обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что в тандеме со льдом может ее очистить, подсушить. Воспалившиеся прыщи сузить поры. Но не стоит ожидать результата с первого применения, важно соблюдать регулярность. Пусть эта процедура будет вашим утрешним и вечерним ритуалом. Спитой чай при жирной коже лица. Смешайте заварку крепкого спитого черного чая с соком лимона и овсяными хлопьями. Нанесите на кожу лица, начинаем с 5 минут. Важно контролировать реакцию вашей кожи на лимон. Если кожа реагирует нормально, нет покраснений и ощущения пощипывания, можете увеличить время. Используя данную маску по утрам, можно добиться ровного тона кожи и избавиться от жирного блеска. Чтобы избавиться от речинок на ногах, разведите в горячей воде морскую соль и спитой чай. Держите ноги в емкости до тех пор, пока вода не остынет. После носуха вытрите и намажьте питательным кремом. Спитой чай и кулинария есть особый способ избавиться от запаха рыбы. Некоторые люди не переносят ее запах в рыбных блюдах. Добиться такого результата поможет замачивание в жасминовом спитом чае. Рыба теряет свой обычный запах и приобретает легкий аромат жасмина. В некоторых странах жасминовый чай используют для приготовления бульона для первых блюд. Спитой чай для приготовления десертов. Бергамотовую заварку измельчить и немного добавить в крем тесто. Можно приготовить различные кексы, пироги, мороженое или крем для торта. Не бойтесь экспериментов. Некоторые виды заварок можно добавлять в салаты. Например, китайцы добавляют спитой чай геккура в салаты. Он придает пикантности блюду и насыщает полезными витаминами. Польза спитого чая для огорода. Использование спитого чая как удобрение. Компост – это удобрение, которое можно получить из растительных и пищевых отходов. С его помощью можно улучшить грунт и восполнить недостающие микроэлементы, например, азотом. Не нужно путать компост с перегноем. Перегной – это навоз. Для его разложения понадобится от 2 до 12 месяцев. Поэтому гораздо проще использовать чайную заварку. Она в компосте является дополнительным элементом, который ускоряет процесс разложения. Из-за этого перепревает гораздо быстрее. Спитой чай для рассады. Выращивать рассаду можно и в спитой чайной заварке, вместо торфанных таблеток. Сначала заварка после грунта и высаживаем семена. Когда нужно пересаживать растения в землю, можно сверху тоже посыпать заваркой. Это альтернатива удобрения. Спитый чай как удобрение с радостью используется на даче, ведь он выделяет азот. На протяжении долга времени также выделяет полезные вещества по мере роста растения. Перед высадкой можно подсушить спитой чай и насыпать вместо посадки лунку. Можно подкормить корни растений спитым чаем. Завариваем крепкий чай, дайте время ему настояться и выпиваем. После этого содержимое повторно заливаем теплой водой и поливаем цветы. Также заваркой можно и цветы протереть, так вы уберете пыль и насытите растения нужными микроэлементами, и витаминами, избавите их от паразитов. Куда использовать спитой чай в уборке? После чайпития спитым чаем можно и окна помыть. Наливаем в чай повторно воду и протираем окна, стекла. Для лучшего эффекта используйте ткань для мытья стекол, теперь блеска не избежать. Также спитой заваркой можно чистить ковры и камины. Для первого варианта заварку высыпают на ковер и не дав ей высохнуть, сметают. С ней уходят пыли и мелкие загрязнения. Во втором варианте, чтобы зола не разлеталась по всему помещению, в камин засыпают влажный спитой чай. Иногда стоит давать шанс использованными продуктам или предметам. Они могут принести в нашу жизнь много пользы, имея им затрат как физических, так и финансовых. Полезные статьи для огородников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова